Hello, hello! Приветствую вас, друзья! С вами Елена Викторовна, канал OK English Elementary. Как я вам и обещала, мы с вами будем сегодня говорить о таком модальном глаголе, как can и его варианте could. Это два чрезвычайно распространённых модальных глагола. Напоминаю вам, почему они вынесены в отдельную группу. Они, во-первых, передают смысл, во-вторых, они передают время. Это урок номер 30 нашего курса, 20 примеров на каждое правило английского языка, который я веду по грамматике Мёрфи, красный Мёрфи, Essential Grammar in Use. Итак, друзья мои, давайте запомним вначале, как же переводится can и could. Can – это могу, умею или имею физическую возможность. Вот если вы, например, что-то умеете, скажем, говорить на русском языке, вы можете об этом сказать так. I can speak Russian. Если вы что-то могли, умели или имели возможность сделать в прошлом, то вы скажите об этом с помощью could. Например, в детстве я умел быстро бегать. I could run very fast when I was a child. Также в вежливых просьбах в английском языке, когда вы что-то просите вежливо, но при этом ваша просьба, вы не хотите, чтобы она прямо очень-очень так официально звучала, как с помощью may, вы можете использовать could. Например, could I borrow your pen? Я мог бы одолжить у тебя ручку. Но при этом could не заставляет нас your переводить как ваш. Вы можете переводить и как твой. И could можно использовать не только в общении с малознакомыми или незнакомыми людьми. Можно обратить свою просьбу с помощью could к любому человеку, к другу, даже, кстати, и к незнакомому человеку. Самый, наверное, универсальный способ, как вежливо спросить. Это спросить с помощью could. Сегодня мы с вами посмотрим, как это работает. И в этом уроке мы разберем с вами 10 мини-диалогов, друзья мои, в которых вам встретится can и could. В вопросах, в утверждениях и в отрицаниях. Напомню вам, друзья мои, что по грамматике и will, и shall, и can, и could, и may, и might все используются грамматически абсолютно одинаково. Для вопросов мы меняем местами can и автора действия. Например, can I borrow your pen? Или could I borrow your pen? В отрицательных случаях мы добавляем частицу not рядом с can. Например, I cannot play the violin. Очень часто can и not объединяют, получая одно слово can't. Could not можно говорить отдельно, но можно говорить вместе couldn't. Теперь смотрим, как все это работает, друзья мои. Итак, говорим вначале о can. Can – это могу, умею, имею физическую возможность. Здесь у нас первый диалог такой побольше, остальные будут совсем маленькими. Ты можешь спеть для меня песню, дорогая или дорогой? Прости, но я не могу. Ну почему же? Я не умею петь. Ой, да ладно, ты прекрасно поешь, ты прекрасный певец. Или певица, да? Например, муж просит жену, да, тихий вечер, заняться нечем. Вот он и просит ее. Can you sing a song to me, dear? Sing a song – это петь песню. Sing – это петь. Sing a song – петь песню. Sing a song. Здесь сложные звуки, потренируйтесь их говорить. Далее, если вы свое пение обращаете на кого-то, вы можете сказать об этом. Sing to me, например. Например, спой для меня, спой мне, как бы направь действие на меня. А иногда, кстати, здесь вы встретите предлог for. Sing for me. На самом деле, очень часто разницы вообще никакой нет. Конкретно sing, там еще есть некоторые глаголы. У нас там может быть либо предлог to, либо for, когда мы направляем действие на другого человека. Can you sing a song to me? Ты можешь спеть мне песню, dear, дорогой, дорогая. Да, мы решили, дорогая. I'm sorry, but I can't. Прости, но не могу. I can't. Я не могу, не могу этого сделать. Видим, что здесь can't – это сокращение. Сразу вас предупреждаю, британцы говорят такое сокращение, как can't. Can't – глубокий, как бы в горло уходящий звук. Американцы делают звук эковичем. Can't. И тот и тот вариант абсолютно верен. Есть вот в интернете там гуляет статья, что can't можно перепутать там с каким-то… Или can't, не помню, какой это вариант из них, да, можно перепутать с каким-то ругательством. Друзья мои, если вы используете грамматические предложения, где can't стоит или can't стоит в позиции глагола, то абсолютно никто никогда не примет этот вариант за ругательство, даже если вы там боитесь этого. Это невозможно, друзья мои. Поэтому, если вы читали эту статью, просто она мне несколько раз попадалась, это просто какой-то бред. Не думайте об этом, просто используйте can't в позиции глагола. То есть, сразу после автора действия. И ничего вы так не перепутаете. But why? Ну почему? But why? I can't sing. И в данном случае, смотрите, первое can't – это я не могу. А второе can't – I can't sing. Это я не умею, при том, что и там can't, и там can't, но понимаем, что смысл он нанесет разный. Очень часто именно can't – I can't, и какое-то действие я не могу его выполнить, потому что я этого не умею. Oh, come on. You're a good singer. Ой, да ладно, ты отлично поешь, ты прекрасная певица. Oh, come on. Оборот come on – это оборот воодушевления. Ну же, давай, да ладно, не кисни. Все это в английском соответствует обороту. Come on. You're a good singer. Ты отличная певица. Итак, разобрали этот диалог, еще раз перечитываем. Can you sing a song to me, dear? I'm sorry, but I can't. But why? I can't sing. Oh, come on. You're a good singer. Далее, видите, диалоги более короткие. I got a D again. Again, it can't go on like this anymore. У меня снова двойка. Снова? Больше так продолжаться не может. Итак, I got a D again. Откуда же здесь взялась двойка, когда в английском вообще стоит D? Итак, друзья мои, надеюсь, что для вас не секрет, что не везде используются цифры для того, чтобы указывать оценки. Например, в Америке мы используем буквы. A – отлично, B – хорошо, C – 50-50, D – плохо. И F – это просто ужас, то есть ужасно. Поэтому D на самом деле относится к плохой оценке. И очень часто, когда получают оценку, говорят get и какую-то оценку. I got a D. Ну, видите, здесь еще и появился неопределенный артикль A, то есть как в русском двойка. D здесь работает как существительное. Я получил оценку D. I got a D again. Again? Снова? It can't. Go on like this. Не может так продолжаться anymore, больше. It can't. Это не может. То есть такая ситуация не может. Что она не может? Она не может продолжаться. Go on. Обратите внимание, здесь не просто go, здесь и go вместе с предлогом on. Вот когда вы видите такую связку, то мы переводим go on как продолжаться или когда что-то продолжает происходить, так как оно было до этого. То есть ситуация не может продолжаться like this, как она есть, таким же образом anymore, больше. It can't go on like this anymore. Так больше продолжаться не может. I got a D again. Again? It can't go on like this anymore. Диалог 3. Can you do karate? No, I can't. Ты можешь делать приёмы карате? Нет, я не могу. То есть я этого не умею. Итак, can здесь используем в значении умеешь ли ты это делать? Can you do karate? Смотрите, я по-русски говорю делать приёмы карате, по-английски как делать карате, дословно, без слова приёмы. Но если я скажу, ты можешь делать карате, ну, как-то оно не звучит, да? Слово karate в английском читается именно так. Это по-русски карате. А они говорят karate. То есть ударение на второе. Can you do karate? No, I can't. Нет, я не умею этого. Не научился. Диалог 4. Что с ними произошло? Они потеряли ключ и не могут войти в квартиру. Итак, what has happened to them? Что с ними произошло? Мы смотрим на этих людей, они рвут на себе волосы и думают, боже, как же, что же, как же это сделать? Да, я спрашиваю, что это с ними такое произошло? What has happened to them? Happened – происходить. Я для этого, кстати, использую именно present perfect, не случайно, has happened, потому что я сейчас лицезрею этих людей в очень странном состоянии, понимая, что что-то произошло и привело их к вот этому состоянию. They have lost their keys. Они потеряли ключи. Теперь я объясняю причину. И опять же, я могу это сделать с помощью present perfect, но на самом деле здесь не обязательно, можно было бы сказать they lost their keys без perfectа, просто в past simple, преподнести информацию как факт, но можно и так. And can't come in the flat. И не могут зайти в квартиру. Здесь can't говорит о физической возможности, о её отсутствии, то есть они физически не могут попасть в квартиру, потому что у них нет ключа. They can't come in the flat. Come in – это войти внутрь, попасть внутрь. Ну и, соответственно, flat – квартира. What has happened to them? They have lost their keys and can't come in the flat. Ещё хочу, кстати, вас предупредить, друзья мои, когда вы будете читать и произносить предложение с can't, то есть с отрицательной формой, или can't, если вы будете говорить на британский манер, обратите внимание, что когда этот глагол стоит в отрицании, то на него идёт акцент. Вот послушайте. They can't come in the flat. Can't. При этом в речи вы это to практически не услышите. И для сравнения я вам произнесу утверждение. Они могут войти в квартиру. Послушайте, как это звучит. They can come in the flat. They can come – акцент на come. Ещё раз произношу первым отрицание, вторым утверждение. They can't come in the flat. They can come in the flat. Чувствуете, где акценты? Can't – акцент более сильный. Если у нас can утвердительно, они могут это сделать, то акцент переносим на действие. Что они могут сделать? They can come in the flat. Это очень важно, друзья мои. Вот этот момент интонационный, надеюсь, вы его поняли, и просто обратите на него внимание. Диалог номер пять. Can I do something for you? Yes, please. Can I have some coffee? Я могу для вас что-либо сделать? Да, пожалуйста. Я могу выпить кофе, да? То есть, я могу получить чашечку кофе. Can I do something for you? Это вопрос. Вежливый, опять же, несмотря на can. Can – это также универсальный способ предложить какое-то выполнение, какого-то действия, предложить свои услуги, свою помощь, предложить выполнение данного действия. Can I do something for you? Я могу для вас что-то сделать? Yes, please. Да. Да, пожалуйста. Can I have some coffee? А здесь can I уже говорит о просьбе. То есть, первое – can I do? Я предлагаю свое действие. Второе – can I have? Я мог бы получить данное действие. Видите, очень универсальный глагол. Can используется в совершенно разных ситуациях. Can I have some coffee? Я могу выпить кофе. Have coffee – это выпить кофе. Have здесь не буквально иметь, да? А have вместе с напитками передает значение выпить. Can I have some coffee? Я мог бы выпить кофе. То есть, я намекаю, что я хотел бы получить чашечку кофе. Но я не говорю об этом вот так напрямую. Я немножечко так вот более витиевато строю фразу. Еще раз повторюсь, я говорю вам в прошлом уроке, что модальные глаголы помогают привнести в вашу речь вежливость, такт, уважительное отношение к собеседнику. Все это мы передаем с помощью модальных глаголов в английском языке. Поэтому обратите внимание, эта тема очень важна, если вы не хотите говорить, как трехлетний ребенок, если вы хотите, чтобы ваша речь звучала не только правильно, но и вежливо, уважительно для собеседника. Давайте запомню еще раз. Если вы предлагаете что-то сделать, вы можете сказать так, can I do something for you? Вам предложить какие-то что-то? Я могу что-то для вас сделать? Can I have some coffee? Я мог бы попросить кофе? И вот, кстати, ситуация типична в магазине, если вы оказались в английском магазине, и хотите, чтобы продавец вам, например, показал какую-то вещь, скажем, я не знаю, туфли, да, или там платье, например, да, не говорите продавцу да, не это, give me this, show me this. Вот это будет звучать не очень. Скажите так, can I look at those shoes? Как бы я могу посмотреть на эти туфли, да, вы как бы говорите о себе, но при этом, как бы выражайте и вежливость в вашем, как бы, предложении, в вашем вопросе. Ну, такой вот интересный способ. Обратите на него внимание, друзья мои, вот эта штука, она действительно работает и очень-очень важна. Я всегда предупреждаю своих учеников по поводу модальных глаголов. Итак, еще разочек. Can I do something for you? Yes, please. Can I have some coffee? Далее мы переходим к could. Could это мог, умел, имел возможность в прошлом. То есть, все то же, что can, только can связано с настоящим, реже с будущим, а could в этом значении связан с прошлым. Но, если вы используете could в вежливой просьбе, вот точно так же, как здесь, could I do something for you? Или could I have some coffee? То could уже связано с настоящим, но это только в просьбах, только в вопросах. Итак, Could you speak slowly, please? I'm writing down. Oh, sure. Вы не могли бы говорить помедленнее? Помедленнее. Я записываю. Ага, конечно. Да. Итак, друзья мои, Could you speak slowly? Не могли бы вы говорить медленнее? Помедленнее, пожалуйста. Да, из фразы старого советского фильма. Дословно по-английски нельзя говорить slowly, помедленнее. Это будет звучать грубо. А вот если мы хотим вот именно сказать пожалуйста, то есть выразить элемент вежливости, говорим Could you speak slowly, please? Говорите, пожалуйста, пожалуйста, да, помедленнее. Could you speak? Это вежливая просьба. I'm writing down. Я записываю. Записываю прямо сейчас, поэтому используем continue. Oh, sure. Да, конечно. Could you speak slowly, please? I'm writing down. Oh, sure. Диалог 7. What could I do in that situation? You could certainly be more polite. Ну, а что я мог поделать в этой ситуации? Ну, ты мог уж точно быть более вежливым. Здесь мы видим, что could относится к прошлому, о какой-то ситуации, той ситуации, говорим, которая ясное дело прошла, и, соответственно, здесь could уже переводится как мог. Вот, куда иду, что я мог поделать? In that situation, в той ситуации. You could be, ты мог быть. You could certainly be, ты точно мог быть more polite, но более вежливым. You could certainly be more polite. Ну, уж точно мог быть повежливее. Could связано с прошлым. Обратите внимание, что, несмотря на то, что could связан с прошлым, он на себе несет время, поэтому сам глагол, который обозначает действие, do или be, он уже никак не меняется и за время не отвечает. Диалог 8. Could you understand English last year? No, I couldn't. But now I can. Ты мог понимать английский в прошлом году? Нет, не мог, но теперь я могу. Здесь could говорит об умении, да? Мог ли или умел ли человек выполнять данное действие? Речь явно о прошлом, есть маячок прошлого, last year, и поэтому, естественно, логично использовать could. Could you understand English last year? Ты мог понимать английский в прошлом году? No, I couldn't. Нет, я этого не мог. В коротких ответах, естественно, мы используем уже не, ну, под тем же самым правилом, что мы уже с вами знаем, но используем уже не вспомогательный глагол, а модальный. Could you? No, I couldn't. But now I can. Ну, теперь я могу. То есть, когда говорим о настоящем, видите, о возможности в настоящем, об умении, мы, естественно, уже используем не could, а can, видите, повторили еще и сравнили эти два глагола. Could you understand English last year? No, I couldn't. But now I can. I couldn't compete with him. He was too quick. Yes, he's a good swimmer. Я не мог с ним состязаться, он был слишком быстрым. Да, он хороший пловец. Итак, явно мы говорим о прошлом. Ситуация he was too quick, он был слишком быстрым, явно говорит о том, что когда-то в прошлом происходило состязание. Здесь мы говорим, что кто-то не мог соревноваться, он практически такой возможности не имел даже. He couldn't compete. Compete – это состязаться с кем-то. Compete with someone. I couldn't compete with him. Я не мог с ним соревноваться, имеется в виду, на равных, да? He was too quick. Он был слишком быстрым. Yes, he's a good swimmer. Вот разгадка, почему кто-то не мог с ним состязаться. I couldn't compete with him. He was too quick. Yes, he's a good swimmer. И последний диалог. Could you wait for a moment? Yes, I can. Ты не мог бы подождать минуту? Да, могу. Это вежливый вопрос, да? Вы бы не могли или ты бы не мог. Вот в русском языке мы для этого используем бы, частицу бы. В английском языке нету частиц вежливых, да? Их не существует. Вместо этого мы используем модальные глаголы для передачи вежливого тона. Could you wait? Ты бы не мог подождать? For a moment. Минутку. Yes, I can. Да, я могу. Здесь мы говорим я могу это сделать, да? У меня такая возможность есть, я могу ее тебе предоставить. Yes, I can. Не обязательно здесь отвечать could, хотя так же можно было это сделать. Окей, друзья мои, вот мы все диалоги разобрали. Еще разочек все перечитаем. Can you sing a song to me, dear? I'm sorry, but I can't. But why? I can't sing. Oh, come on, you're a good singer. I got a D again. Again? It can't go like this anymore. Can you do karate? No, I can't. What has happened to them? They have lost their keys and can't come in the flat. Can I do something for you? Yes, please. Can I have some coffee? Could you speak slowly, please? I'm writing down. Oh, sure. What could I do in that situation? You could certainly be more polite. could you understand English last year? No, I couldn't. But now I can. I couldn't compete with him. He was too quick. Yes, he's a good swimmer. Could you wait for a moment? Yes, I can. And, друзья мои, наш перевод, все-все диалоги, видите, они на одном слайде находятся. Обязательно поработайте с этими диалогами. Отличный способ, чтобы научиться быстро, мгновенно, практически не думая выдавать правильный вариант. Все эти ситуации, как видите, практически взяты из жизни, поэтому думаю, что эти диалоги можно даже и выучить, если вы готовы потратить на это свое драгоценное время, друзья мои. Итак, на этом урок наш заканчивается. Я рада, что вы провели со мной вместе эти 20 с небольшим минут занятия провела Елена Викторовна. Обязательно закрепите на практике все, что мы с вами сегодня сделали и проработали. Надеюсь, мои советы помогут вам лучше понять данную тему. До скорой встречи в новых уроках и обязательно ставьте лайк, если урок вам понравился. See you later. Bye-bye.